Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире заявление Национального собрания Западной Армении. Состоялось очередное заседание Национального собрания Западной Армении. Президент Европейского совета призвал Армению и Азербайджан возобновить конструктивные переговоры. К концу года будет орошено 2000 гектаров в результате эксплуатации магистральной транспортной развязки Арцах-Каркар. Иран лишен права голоса в Генассамблею, Русско-Турецкая война и Гамедийские полки. 20 миллионов человек в Турции живут за чертой бедности. В районе Черного моря Западной Армении выпал снег. Национальное собрание Республики Западная Армения. Парламент. Решение номер 29 от 12 июня 2021 года. Президент Республики Западной Армении, председатель Национального собрания парламента. Приглашаем вас принять участие к пятому съезду второй сессии Национального собрания парламента Республики Западная Армения. Съезд пройдет в субботу, 12 июня 2021 года в 17.00 в Антибе, Франция. Время Армении в 19.00, в Аргентине 12.00. Адрес следующий. Программа включает в себя подать и утвердить повестку дня собрания. Презентация новых министерских постов правительства Западной Армении. Представить мероприятия, реализованные в 2021 году. В ближайшие годы внести поправки в новый избирательный кодекс. Внесение возможных изменений в новый избирательный кодекс. В этот день в Армении на соседании представить планы действий на вторую половину 2021-2022 годов. Заранее благодарим вас, спикер Национального собрания Парламента Республики Западной Армении Леонардо Басмаджан. Вчера состоялось очередное заседание Национального собрания Республики Западной Армении. Заседание провел спикер Национального собрания Западной Армении Леонардо Басмаджан. Заседание проводилось дистанционно, обсуждались вопросы, связанные с пятым съездом второй сессии, а также организационные вопросы конференции «Что такое Западная Армения» в странах Латинской Америки через приложение Zoom. Напомним, сегодня состоится очередное заседание правительства Западной Армении, подробности которого будут представлены в нашей завтрашней программе. Президент Европейского совета Шарль Мишель 2 июня во время встречи с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном, а также в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, рассмотрел полное выполнение декларации о прекращении огня от 9 ноября 2020 года, необходимой для установления безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Как сообщает Армен Пресс, об этом пишет официальный сайт Евросоюза. ЕС готов дать совет по демаркации и делимитации, а также поддержать укрепление доверия. ЕС также призывает обе стороны безотлагательно работать над полной прозрачностью минных полей, а также над решением других важных гуманитарных вопросов. ЕС предоставляет около 20 миллионов евро гуманитарной помощи и будет продолжать участвовать в процессе, говорится в заявлении. Решение этих проблем – лишь первый шаг к прочному мирному регулированию. Председатель Совета Европы призвал стороны возобновить конструктивные переговоры. ЕС глубоко заинтересован в безопасности, стабильности и процветании на Южном Кавказе, говорится в заявлении. Президент Республики Арт Сахара и Кару Цунян совершил рабочую поездку в Аскеранский район. Глава государства впервые ознакомился с ходом строительства главного узла реки Каркар, который возводится на государственные средства. Президент поручил увеличить штат сотрудников для ввода системы в полную эксплуатацию до конца года. В результате более 2000 гектаров земель в субрегионе региона станут устойчивыми ирригационными системами, что существенно изменит долю сельскохозяйственного производства в этом районе. В рамках визита президент встретился с жителями общин Ханапат-Храморт. Обсуждались как вопросы безопасности, так и социально-экономические вопросы. Высоко оценив переселение десятков перемещенных семей в две общины, президент подчеркнул необходимость продолжения этого процесса, пообещав, что правительство активизирует свои усилия в этом направлении. Иран и Центральная Африканская Республика лишены права голоса в Генеральной Ассамблее ООН из-за неуплаченных долгов организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Генсека организации Антонио Гутерриша президенту Академии наук Волкану Боскеру, передает ter.ae. Утверждается, что в соответствии со статьей 19 член Организации Объединенных Наций, имеющий задолженность по своим взносам, не имеет права голоса в Генеральной Ассамблее. Если сумма его долга равна или превышает сумму подлежащих уплате взносов в предыдущие два полных кода. Однако Генеральная Ассамблея может разрешить государству-члену проголосовать, если оно признает, что задержка платежа вызвана обстоятельствами, независимыми от него. Хотя гамидийские полки были преимущественно курдскими, в их состав были включены арабские, туркменские и карапакские племена. Так называемая русско-турецкая война 77-78 годов XIX века, результаты которой наложили опечаток на политику Абдул-Хамида II, к сожалению, взошедшего на престол, сразу же оказалась на грани войны и стала чуть ли не самым поворотным моментом в Османской империи. Русско-турецкая война к конца XIX века дорого обошлась старым османам. Договоры о Стефанос, подписанные 3 марта 1878 года, и берлинские договора, подписанные 13 июля 1878 годов, содержали очень жестокие предварительные условия. Османская империя прекратила свое правление на Балканах, потеряв около трети своей земли, или 20% своего населения. Согласно статье 16 Сан-Стефано и статье 61 Берлина, османы были обязаны проводить реформы в интересах армянского общества, а также принимать меры для защиты армян от нападений курдов и черкесов, подавляя восстание последних. Вся статья будет доступна на нашем сайте. Рабочий комитет Народно-демократической партии НДП выступил с письменным заявлением по случаю недели борьбы с бедностью 1-7 июня. В заявлении говорится, 60% работающего населения Турции, в том числе оккупированной Западной Армении, получают минимальную заработную плату или меньше. Более 20 миллионов человек фактически живут за чертой бедности. Если считать еще и безработных, то эта цифра достигает 30 миллионов. Партия справедливости и развития, находящаяся у власти с 2002 года, за 10 лет создала хрупкую экономику, основанную на потребителей, не производит, не создает рабочих мест, зависит от последних потоков иностранного капитала. Правительство ПСР сделало гибкую небезопасную занятость, выход из профсоюзов, добровольное увольнение, обнищание, рабочие места, которые оно не смогло создать, голодание турецких рабочих и самоубийство в качестве своих основных политических целей. В восточной части Черноморского региона Западной Армении наряду с понижением температуры воздуха высокие плато побелели из-за снегопада. Утром жители плато Каврон, расположенного на высоте 2300 метров над уровнем моря в районе Чамли-Амшен в Ризе, встретили снежный сюрприз. Стоит отметить, что всего несколько дней назад здесь регистрировалось плюс 30 градусов тепла. Даря для вас Корветсайк Тагерк. Даря для вас Корветсайк Тагерк. Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня все, желаем вам всего хорошего. Продолжение следует... Продолжение следует...